всем привет с вами накид сегодня будем продолжать проходить stalker чистое небо прошлый раз мы остановились на том что вернули свои вещи у бандитов которые были здесь и отобрали у меня их в этом подвале находится вот в этой точке и естественно нашли той педаголка узнали то что он был в темной долине куда где мы были сейчас нам нужно найти тайник группы stalker находится на не игропом а это именно это части локации поэтому мы сейчас туда и пойдем я уже подождал несколько минут чтобы стал день надеюсь что хоть в этот раз будет все видно но мы в принципе убивали бандитов хотя не знаю почему сейчас они не враждебны ведь не должны еще должны с ними враждовать и если посмотреть на статистику то за бандитами мы уже немного враги но все равно остаются нейтральными камни что здесь еще а там снорки бандиты против них отбиваются так там пропускной пункт но у меня денег нет поэтому ничего они у меня забрать не могут на снорки опасные мутанты да сейчас у нас опять наверное отбор отберут ноль денег и пропустят дальше а то и где этот идет все проходи не задерживать ладно бежим потом когда найдут долговцев и возможно я возможно против них пойду войной и тем более у них этот в этом ангаре можно переждать выбросы выбросы случаются хоть и редко но на избежать дается 3 минуты игровых а это одна минута реального времени тем самым если вы не успели то вы по сути будет начать новую кампанию ведь от этого выброса никак не спрячешься это у нас долговцы ну ты даешь наем где твоя снаряга тут знаешь вообще-то опасно без хорошего оружия и прочего никак монстры в последнее время совсем озверели так что мы готовы дружить со всеми кто поможет в борьбе с зоной если хочешь заработать поговори с командованием на базе наш отряд как раз туда направляется ну что ж как раз пойдем с долговцами на восточный блокпост в тень чернобыльно назвался не игроком ну как раз с ними вроде бы спокойнее хотя первый раз я ходил здесь ночью здесь было довольно страшно потому что непонятно было куда идти здесь еще где-то должен быть кровосос что это было это похоже его только бы пронесло ну прощай ах ты скажи ах ты мы можем идти дальше здесь вроде бы никого не должно быть лишь что не там встали и мы должны идти ну да мы должны идти сюда на точный блокпост сюда если не тоже вроде бы есть долго я не помню уже точно то ли ибо на эту дорогу либо вот так ну видимо в ту сторону здесь у нас есть ящики скорее всего них пусто но стоит проверить да никакие больше ящиков нет что жаль дерево там на карте видео были написано мутанты только кто там будет я не это не помню так там было что-то нога или или что-то я предполагаю что это это скорее всего либо снорки либо да это снорки с ними уже будет сложновато они в этой части как снорки какие-то сильно слабые давки ничего были хоть и ружья и не было но не там были значительно сильнее ну чё устали то ничего нет ну вот значит идет молодой сталкер по зоне о ну наконец-то хоть что то есть кейс в котором пусто ну да пожелание вы можете остаться вместе с сталкиваниями долговцами свободовцами и прочими послушать допустим их анекдоты рассказы я задерживаться с ними не буду и пойду сюда ну да это фирма фирменные призывы долга на вот их знаки или гербы еще осталось что-то после советского союза это раньше чернобыль принадлежал советскому союзу ну сделано неплохо для игры 2008 года так здесь у нас что-нибудь есть вот угол долговца и энергетик энергетик было бы неплохо забрать ну или забрать то что здесь есть энергетик есть это точно же денег нет насчет денег это конечно же промах 150 ладно может быть у него есть какая-то работа но это тайники ничего никакой работы нет так здесь 1 энергетик это командир долговец ну пока что помочь мы можем им ничьи кстати если вы сейчас задаюсь вопросом как я так присел два раза это я зажимаю control и shift тем самым так можно пролезть под одним забором упавшим к артефакту но это на базе свободосов ну там аномалии возможно и артефакты будут здесь искра ну аж ничем не пищит значит здесь артефактов нет хотя я помню что на этих цистернах должна быть сумка я не уверена в ней будет что-то или нет если это аномалия ну вот проход так здесь должна быть эта лестница на из-за зиме это вообще что есть радиация ладно потом сюда приду сейчас еще и умру и умру от радиации ну чтож значит идем к лидеру долга это раньше была военная база так говорю по меркам тени чернобыля у них хотя бы энергетики есть единственная польза долговцев отличаться водовцев ну лично для меня может кому-то эффективнее таскать бутылки водки с водкой нежели антирадиационные таблетки так ясно командир еще выше видимо уже нормально здесь раньше в тени чернобыля хранились данные военные чего тебе наемник здравия желаю наемник давно не видел никого кто добровольно хотел бы спуститься вниз ты хоть знает не должно быть особо опасно все здорово изменилось после того как мы решили обвалить один боковой тоннель видимо переборщили со взрывчаткой от взрыва рухнула часть стены открылись проходы в какие-то новые пещеры мы моргнуть не успели как из этих нор хлынул поток тварей я дал приказ завалить все выходы на какое-то время это помогло но мутанты начали рыть норы и вылезать наружу мы не успеваем завалить одну нору как они роют другую и снова прут я помогу тебе проникнуть вниз но взамен попрошу тебя помочь нам ну это естественно в плане подземелья есть насосная станция она откачивает грунтовые воды если отключить насос и открыть шлюз резервуара вода быстро затопит подземелья так ну мы получили задание к вам наемника он будет спускаться в подземелье приказываю обеспечить ему проход к норе на вот уж удивлены они ну что ж удачи сержант выдаст тебе все необходимое снаряжение и поможет пары полезных советов я бы тоже честно говоря удивился если бы кто-то согласился лезть в нору кучи мутантов давайте сделаем быстрое сохранение ну точнее не быстрое сохранение вручную чтобы ну на всякий случай вдруг выброс случится в основном выбросы случаются так что вам на ПД приходит уведомление от какого-то сталкера о выбросе предупреждение о выбросе так там аномалии может и артефакты есть так это он светится от того что здесь артефакты или для того что светло да не потом схожу нет карусель поймал ладно хоть выжил да здесь здесь но ну понятное дело кто способен рыть норы может надо было раньше надо спеть так господи они скорее всего бесконечные поэтому лучше пойду в ту нору да вот она да идем тут еще в этой норе должен быть где-то контролер неприятно конечно мутант это генерал крыло не расслабляйся подземка кишит мутантами согласно плану блок управления насосной станции находится уровнем выше тебя передаю точные координаты осторожней там удачи да и карты у нас подземелья нет поэтому придется по мини-карте ориентироваться естественно вручную сохранение ну и быстро да здесь у нас все рушится уже там а ну нет здесь нужно просто быстро пробежать иначе мы умрем от огня ну и от снорков тут скорее больше вероятностью умереть от снорков нежели от угленных столбов да фонарик выключился теперь забираемся по лестнице так здесь у нас уже есть резервуары о тут у нас научная аптечка и две военных патроны так стилета можно выбросить половину ну и вот эти аптечка и так здесь вроде бы все отравлено везде поэтому так все излучения но отлично нужно нужно быстрее это выключить иначе о контролер да это есть тот самый контролер все мы его отключили убив но все равно критические все излучения остался нужно как-нибудь сейчас добраться до двери пока нас не било радиации все теперь нам нужно покинуть опасный зон но здесь куча жгучего пуха естественно стоит это то привидение что-то подобное на него так налево опять жгучий пух тушканщики они естественно опасны поэтому 18 секунд так мы похоже выбрались а тут еще и бандиты а это еще хуже ну конечно не хуже снорков но они хуже тушканщиков нам нужно кстати по всему пройти пули через них потому что сейчас тут подняться тут закрыт правда до сих пор ни одного из арт артефалка не нашел нормальный из аномалии кроме той медузы в начале и иного шара хорошо что здесь вроде бы военных нет потому что военные еще хуже бандитов а закрыто так а это у нас по моему ээээ тайник стрелка тот что пошел в центр зоны так здесь нам нужно найти какую-то секретную флешку только где она а вот она всем привет это стрелок никак не ожидал что доктор сумеет так быстро поставить меня на ноги значит так до меня дошли слухи что кто-то пронюхал про наши успехи и настойчиво ищет контакта чего у них добро это нужно поторопиться со следующим выходом к центру здорова стрелок рад что ты жив слушай мы с знаком нашли все детали и собрали два дешифратора у нас не далеко от выжигателя заберем их как пойдем в центру призрак дружище вот это действительно отличная новость значит слушайте план по катакомбам нам точно не обломится так что остается один вариант идти через выжигатель я направляюсь к сахарову за одной штукой которая поможет нам сохранить свои мозги в целости ждите меня ждите меня на военных складах ну а говорит лебедев переписка из тайника многое проясняет теперь мы знаем что в центре зоны побывала группа мало того они готовят второй поход к центру зоны идиоты если у них получится задуманное то случится второй большой выброс мощность на этот раз будет такая что все живое погибнет а зона перейдет в абсолютно нестабильное состояние этого нельзя допустить стрелок ушел на янтарь ты ближе всего к нему поэтому попробуй перехватить а клыки и призраки мы позаботимся сами так ну и понятное дело что за стрелком на янтарь буду идти я кто ж еще ну ладно мы узнали информацию о стрелке куда он направлялся и зачем и от лебедева узнали о том что если он поют туда еще раз то зона жахнет выбросом сильнее чем в прошлый раз и скорее всего бьет все живое что есть и было но хотя бы это не на время поэтому можем ходить по зоне сколько нам угодно течка здесь еще где бандиты есть нет показалось дому знакомые места так вот здесь нужно еще быстрее потому что здесь будут появляться угленные аномалии уже начали и они будут нам сильно вредить ну здесь начали появляться уже полтергейсты угленные и выбираемся так вроде бы выбрались ну надеть хотя бы на это да вон военные склады это уже база долга еще одна так ну теперь нам нужно поговорить с сахаром нужно сначала пойти на янтарь вот только а вот он да ну здесь придется можно отсюда пойти в принципе но я хочу сначала получить награду здесь на базе долга сколько тут идет ну не знаю но сейчас пойду за наградой а потом уже завершу серию ну это был довольно сложный путь чисто из-за снорков там огненных полтергейстов уже так сюда командируем что наемник всего 1000 рублей ну ладно это уже больше чем 100 счастливо а ну здесь мы видим трофея псевдо собаки что наемник какие-то проблемы химеры вроде бы химеры кстати можно встретить на уровне на уровне сложности мастер в рыжем десу чего тебе может попробуем вступить в долг мы верим в нашу победу верим в то что зона будет уничтожена о ну да здесь как-то вступить в долг как-то вообще легче лёхова потому что в нишнобле нужно было проделать много чего будь здоров ну что ж теперь они стали зелёными ну и естественно свободы стали нам врагами бандиты тоже теперь враги наши но зато у долга мы друзья правда может быть не сто вступать ну ладно я об этом жалеть не буду поэтому сохранюсь и сейчас спущусь вниз там скорее всего закончим серию как я и говорил я я когда нибудь пойду эээ войны на бандитов но это видимо самый ас именно свободовцы тоже потому что эээ воевать против тех кто против зоны чтобы она исчезла это как-то глупо поэтому я больше задолбился ну что ж здесь мы будем завершать нашу серию с вами был Иннокентий всем до свидания